Жизнь на две семьи лишила Бориса Пастернака покоя, но подарила вдохновение. Об этом статья Марии Конюковой в журнале «Загадки истории» под названием «Муза доктора Живаго». Связь Бориса Пастернака и младшего редактора литературного журнала «Новый мир» Ольги Ивинской началась в 1946 году. Она длилась до самой смерти великого поэта и принесла им немало как счастья, так и горя. Борис Пастернак и Ольга Ивинская встретились, когда ей было 34, а ему 56. Он считался признанной страной, обласканным славой поэтом и переводчиком. Она немного редактировала, немного переводила. Не более того, он состоял во вполне благополучном втором браке с Зинаидой Николаевной, бывшей супругой великого пианиста Генриха Нейгауза. У Пастернака росли два сына от первого и второго браков. Леонид Борис Леонидович основную часть времени проводил на загородной даче в Переделкине. Это место он воспел в своих стихах. Была также московская квартира в центре. Сверхкомфортную жизнь двух домов поддерживала хозяйственная Зинаида Николаевна, которую все считали гением быта. Ольге Ивинской за плечами была гораздо более грустная история. Два безвременно ушедших мужа. Двое малолетних детей, Ира и Митя. Талант слова и богатство обошли ее стороной. Зато Ольга была красива. Синеглазая, миниатюрная и очень женственная блондинка. Ее женскую прелесть не мог не заметить Борис Леонидович. Однажды Ольга на своем столе в редакции «Нового мира» обнаружила сверток с целыми пятью книгами поэта. Это был его первый подарок ей. Почему Пастернак с головой бросился в новый роман? Тому было несколько причин. Во-первых, закончились мучительные годы войны. Поэт, как и многие, верил, после них начнется новая радостная жизнь, расцвет искусства. Во-вторых, его страстная любовь к Зинаиде Николаевне почти сошла на нет. В-третьих, в сознании Бориса Леонидовича начал созревать роман, позже названный «Доктор Живаго». Воображение поэта нуждалось в новом женском образе, новой любви, которую он потом мог бы воплотить в своей прозе. Ольга Ивинская была сама не своя, а счастья, которая выпала на ее долю. Да и Пастернак испытал новый взлет чувств. Роман от Зинаиды Николаевны долго скрывать не удалось. И тогда Борис Леонидович поставил ей ультиматум. Он живет, где хочет, но с ней не разводится. И она вместе с их общим сыном Леонидом остается хозяйкой и московской квартиры и дачи в Переделкине. Зинаида Николаевна жила за счет мужа. Общий был быт налаженным. Ей ничего не оставалось, кроме как согласиться. Началась новая эпоха в жизни великого поэта. С 1946 года он существовал на два дома. С Ольгой у него шли бесконечные разговоры об искусстве, о литературе. В ее жилище он проходил отдохнуть и телом, и душой. А в законном доме его ждала Зинаида Николаевна с вкуснейшим обедом, крахмальными скатертями и выглаженными рубахами. Пастернак не был циничен и двуличен. Просто так сложилась его пресловутая жизнь. Без Ольги к нему не приходило вдохновения. Без Ивинской не родился бы ни его великий роман «Доктор Живаго», ни замечательный цихл стихотворения Юрия Живаго. Лара, главная героиня романа, вобрала в себя черты обоих главных женщин в жизни поэта. Красивой и женственной блондинкой она стала благодаря Ивинской. А необычайную ловкость в деле ведения домашнего хозяйства приобрела от Зинаиды Николаевны. После появления Ольги в жизни поэта дело создания романа сдвинулось с мертвой точки. Летом новая молодая возлюбленная Пастернака нанесла ужасный удар по самолюбию Зинаиды Николаевны. Она сняла дачу в двух шагах от дома в Переделкине. Собственно сделано это было для удобства уже немолодого Бориса Леонидовича, которому тяжело было ездить по другой железной дороге на съемную дачу в Лелюше. Так он называл Ивинскую. Теперь поэт свободно перемещался от большой дачи, так они называли дом его законной семьи, к малой, скромнейшему летнему домику. Дети Ивинской приняли Пастернака безоговорочно. Дочь Ирина, ставшая прототипом Кати, дочери Лары, звала поэта Классюшей от слова классик. Надо сказать, Борис Леонидович был добрым и ответственным человеком. На большие гонорары, главным образом за переводы, он содержал свою семью, семью Ивинской, а также поддерживал материально многих друзей, в том числе вдов погибших в эпоху репрессий поэтов. Леонид и Зинаида Николаевна старались игнорировать вторую семью своего отца и мужа. Они просто делали вид, что Ивинской не существует. Зато Ольга, отличавшаяся требовательным характером, закатывала Пастернаку скандалы, требуя уйти от жены. Позже, в книге своих воспоминаний «Годы с Борисом Пастернаком» в плену времени, она жалела о своем поведении. Они много раз расставались окончательно, но изгнанный поэт возвращался к любимой, говорил, что не может жить без нее, а вскоре шел на большую дачу. За столом его кабинета на втором этаже рождались бессмертные строки о любви Лары и Юрия Живаго. Они любили друг друга, не из нежности, не из неизбежности, не опаленные страстью, как это ложно изображают. Они любили друг друга, потому что так хотели все кругом. Земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим еще может быть больше, чем им самим. Ах, вот это, это вот ведь и было главным, что их роднило и объединяло. В реальности любовь Ольги и Бориса нравилась далеко не всем окружающим. И теплых чувств к ней не питали не только члены законной семьи поэта, близкие друзья Бориса Леонидовича. Не любили Лилюшу, считая ее непорядочным человеком. Но автор великого романа ничего дурного не хотел слышать об Ивинской. Влюбленные всегда считали себя счастливыми, публично не выказывая претензий друг к другу. В 1949 году Ольгу Всеволодовну арестовали. Она в своих воспоминаниях говорила о том, что ее заключили в тюрьму за Пастернака. Ее якобы заставляли признаться в связи с английским шпионом. Но Лидия Корнеевна-Чуковская, литератор и дочь Корнея Ивановича Чуковского, утверждала, Ивинская сидела за мошенничество. Обстоятельства усугубились тем, что в момент ареста Ольга была беременна от Пастернака. В тюрьме у нее случился выкидыш. Борис об этом несчастье не знал. Он пришел на Лубянку и умолял отдать ему ребенка. Предварительно поэт договорился с Зинаидой Николаевной, они воспитают малыша как своего собственного. Ивинская была этапирована в поселок Потьма в Мордовии, где провела три с половиной года. Нельзя сказать, что все это время Пастернак провел в тоске по ней. Да, было написано стихотворение «Свидание», в котором представляется воображаемая встреча с потерянной любимой. Он написал об Ольге редко, боялся, что из лагерей к нему вернется постаревшая, некрасивая женщина, ничего общего не имеющая с его поэтически прекрасной возлюбленной. В этом был весь Пастернак, умевший отрешиться от того, из чего нельзя извлечь ничего романтичного. Но в 1953 году, после возвращения Лилюши из лагерей, роман возобновился. Ольга Всеволодовна ничуть не подурнела за эти годы. В 1956 году роман «Доктор Живаго» был окончен. Его в грубой форме отклонил журнал «Новый мир». Тогда Пастернак передал рукопись иностранным издателям. Книга вышла за границей в 1957 году. В 1958 году Борис Леонидович получил за нее Нобелевскую премию. И началась травля, закончившаяся исключением лауреата самой престижной наградой в мире из Союза писателей СССР. Во время атаки на Пастернака обе его женщины, каждая по-своему, поддерживали его. Зинаида Николаевна мощным бытовым тылом. Ольга Всеволодовна не ходила к властям придержащим, спорила, пыталась что-то доказать, даже грозила им совместным с Борисом Леонидовичем самоубийством. Весной 1960 года Пастернак тяжело заболел. Рак легких не сразу диагностировали. Но Борис Леонидович понимал, он уходит. Свои последние дни поэт провел на большой даче. Ивинскую сам просил к нему не пускать. Говорят, не хотел конфликтов у своего смертного адра. Ольга плакала у ворот дома. Живым своего любимого она больше не видела. Борис Пастернак умер 30 мая 1960 года. На гонорары, завещанные ей поэтом, Ивинская купила однокомнатную квартиру у Савиловского вокзала, в которой жила до своей смерти в 1995 году. Большое спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.